Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях человек, чьи песни исполняют уличные музыканты на Подбелке, но которому отказывают в концертах рязанские площадки. Поэт и музыкант Кирилл Устинов. Всем привет! Всем привет! Слушай, расскажи, как ты узнал то, что твои песни исполняют уличные музыканты на Подбелке? Насколько я знаю, ты сейчас в Питере живешь. Да, я уже 8 лет живу в Петербурге. Узнать это достаточно просто. Это обычно кидают видео мои знакомые, друзья и родственники. Наверное, самым смешным видео было, когда где-то примерно год назад моя мама прислала мне видео, где играет мальчик около Кремля. И она к нему подошла и сказала, а знаешь, чьи это песни? Это моего сына песни. Вот, это была такая самая забавная история. Ну и иногда сам слышу, прохожу, просто знаю, узнаю. Естественно, тяжело не узнать свои песни. А тебя в этот момент узнают? Как правило, нет. Ну, это нормально, если что. Просто потому что, как правило, визуальный облик, он не вяжется с песней. Мало кто сейчас следит там за жизнью каких-то неизвестных авторов, малоизвестных. Ты считаешь все-таки себя неизвестным автором? Сто пудово, конечно. Я же не играю из каждого утюга. Даже если я буду играть из каждого утюга в Рязани, я все равно буду неизвестным автором. Расскажи вообще, во сколько у тебя открылся талант к музыке? С чего все началось? Он еще не открылся. Я очень плохой музыкант. Я хорошие тексты пишу, это бесспорно. Я уже пришел к тому, что я понимаю, как это работает. С музыкой я еще не научился работать. Ладно, в любом случае, в какой момент ты пришел к тому, что вот я пишу стихи, а почему бы это не сделать песней? Ну, если бы сейчас мне, наверное, такой вопрос задали, я бы сказал, что вот если бы я пришел к этому сейчас, я бы сказал, что стихи просто никому не нужны вообще в принципе в современном мире. Наверное, когда я был сильно моложе, я где-то подсознательно это понимал. Поэтому он просто пришел к форме более понятной современному обществу. У тебя есть такая строчка в одной из песен, что я тут же рэпер, но просто пишу нормальные песни. Да, только текст нормальный. И как нормальный человек одет. Ну, да, но там песня на самом деле это же самоирония. Так что нельзя привести это как конкретную какую-то мою мысль. Там вся песня это самоирония над самим собой, если посмотреть ее там. В целом, с кем ты себя отождествляешь? Ты рок-музыкант, рэп-музыкант или просто музыкант? Наверное, я все-таки себя больше отождествляю с поэтом. А по поводу стилей, недавно мы тоже давали интервью на Урал Мюзик Найт. Там тоже девочка спрашивала, какой у нас стиль. Да, у нас пять стилей в группе. Потому что песня, которую ты привела, это наша группа, осталось два кадра. Это наша песня, не совсем моя. Вот у нас пять стилей. Они называются Кирилл, Олег, Паша, Арсений и Игорь. Это вот пять стилей. Вот мой стиль это Кирилл Устинов. Мне все равно. Я могу сегодня написать какой-нибудь рэп, типа под рэп какую-нибудь штуку, зачитать что-нибудь, а потом написать какую-нибудь балладу длинную на пять минут. Почему группа называется «Осталось два кадра»? С чем это связано? Там есть длинные истории, я расскажу ее коротко. Мы с моей хорошей знакомой, тоже музыкантом, гуляли по Рязани. Она тоже из Рязани. Она меня фотографировала на пленочный аппарат. На пленочных аппаратах есть счетчик кадров. И вот она фоткала, фоткала, фоткала. Говорит, все, у меня последний кадр остался. Давай какой-нибудь самый лучший выберем. Прям самый такой сочный, самый интересный кадр. И мы долго выбирали, чтобы не потратить его зря. И она так смотрит, у меня вообще осталось два кадра еще. Я тебя обманула. И вот это ощущение, когда ты понимаешь, что вроде как только что у тебя был последний кадр, а где-то там откопался еще один. Это вот, собственно, я его словил и подумал, блин, это что самое ощущение, которое я хочу донести до людей. Вновь приобретенные надежды. Это как, не знаю, когда ты садишься в поезд, да, вот такой, а, забыл там, не знаю, кошелек, а потом ищешь, ищешь. Вот он. Ну вот, когда вот ты что-то потерял, потом нашел. Такая типичная русская радость. Что появляется сначала? Музыка или текст песни? Ну, в последнее время всегда обычно появляется текст. 95 процентов, 99 даже, наверное, процентов текст. Но не принципиально. У меня есть песни, которые... Вот у них просто меньше стало, потому что, ну, раньше, когда ты играл четыре аккорда, для тебя каждые новые последовательности аккордов были в новинку. Вот ты открывал для себя новые четырехаккордные какие-то структуры. То есть сейчас так уже не катит. Иногда очень редко какую-нибудь мелодию я придумываю. Недавно одну песню, кстати, написал на мелодию. А потом ребята уже в группе ее размножают. А что касается меня как сольного исполнителя, там всегда текст, потому что я не запариваюсь особенно над какими-то аранжировками. Суперкрутыми. Хотя скоро выйдет альбом, где я как раз запарился над аранжировками, где аранжировки писал полностью я. Ну, пробовал. То есть ты выступаешь и в группе, и как сольный артист. Да, но сольный я как в сталкере отмычка, как такая разведывательная группа. Одному поездить по площадкам проще, чем группу собрать и поэкспериментировать, съездить в условный Псков на концертную площадку, проверить, как там клево, не клево выступать. А тут гитару взял 500 рублей, это уже в Пскове. И не нужно тратить, очень затратно группу вывозить в другой город. Это невероятное количество денег, сил. Я так поняла, с концертными площадками в Рязани у тебя не складывались отношения, не складываются до сих пор. Как обстоят дела в других городах? Очень по-разному. Я как раз последние где-то полтора года пытаюсь пробивать города. Скоро поеду в тур, возможно, нормальный, полноценный, первый. Десять лет я музыкой занимаюсь, первый раз поеду в тур. Собственно, Рязань, она не сильно отличается от других городов. Единственное, что отличие, я в ней родился. Поэтому я сюда езжу, как правило, если выступать, то выступать, потому что я хочу, чтобы здесь какое-то происходило событие. Мне очень больно обидно смотреть, как какие-нибудь крутые исполнители едут по всей России, но не в Рязань. Казалось бы, вот Москва, вот Рязань, почему-то до Кемерово они доезжают, долетают, а до Рязани не доезжают мимо. В Тулу едут, во Владимире едут, в Калугу едут, везде едут, а в Рязань не едут. Почему так? Ну, я езжу в большинстве своем за свой счет просто, чтобы выступить. Последний раз мы выступали в 2021 году с группой. В фабрике там же нет ни аппарата, ничего. Мы просто арендовали полностью аппарат. Мы привезли своего звукорежиссера. Мы явно ушли в минус просто потому, что я хотел выступить в Рязани, в родном городе. А в других городах там застряли все в большинстве своем где-то в 2006, где-то в 2010, в 2015 в лучшем случае. Но есть очень крутые города, в которых там одна радость приехать выступить. То есть, примеры приведу, нормально считается, что организатор площадки может с тобой договориться о концерте, а потом за две недели перестать тебе отвечать. Самый частый, конечно, вопрос – это кто? Почему я должен тебя привозить? Хотя меня никто не привозит, я сам приезжаю. Такое ощущение, что еще люди где-то там остались, далеко. Напрашивается вопрос. «Кирилл, сколько ты зарабатываешь на концертах?» Да нисколько практически. Но мы стараемся выходить в условный плюс, то есть, чтобы не по ружнякам ехать. Но заработком это назвать нельзя. Основной доход нашей группы идет с наших кошельков. Мы вкидываемся и занимаемся музыкой. Как рождается песня? С чего все начинается? Как продолжается? Как долго может вообще занять этот процесс создания твоей самой лучшей песни, скажем так? Очень хороший вопрос. Очень часто я всегда привожу в пример другим музыкантам, когда с ними общаюсь. Вот у меня есть альбом, который я писал 7 лет. То есть, с момента задумки до момента выхода на площадке пришлось 7 лет. Он вышел в прошлом году в июле. В июне. Не помню. Не суть. Летом. И 7 лет в 2015-м я его задумал и написал. А в прошлом году, в ноябре, мне приспичило, я решил, что у меня 40 песен лежат в столе. Мне их нужно срочно записать, потому что мало ли что. Может быть, уже в следующем году не успею это сделать. Я просто за один месяц записал. Уже большинство из них было написано. 63 песни за месяц. Просто мы сели с нашим звукорежиссером на студии нашей. Сели, я говорю, давай попробуем эксперимент. Давай, получится у нас 63 трека за месяц записать так, чтобы это было хорошо. Будем молодцы. Ну вот мы сели и записали. И вот у меня, если зайти на Яндекс или ВК или куда угодно, вот там в топе две песни. Одна, собственно, с альбома на 63 трека, который я писал за месяц. Одна с альбома, который я писал 7 лет. Вот в одну я вложил неимоверное количество усилий. И не только я, там много людей работало. Мы там записывали рояль в музыкальной школе с нескольких микрофонов. Мы там делали бэки, не знаю, недели две, наверное, с Севой. Там сидели с Ксюшей, с группой Гоголем. Вот, ну просто очень много времени и сил потрачено. А другой я сел, вот без иронии говорю, два раза песню играл. Один раз, когда в студии перед тем, как записать, ее репетировал. Другой раз, когда записывал. Аккорды там же прям в студии подобрал. То есть, ну, я ее даже не помню. Я вот ее два раза исполнял. Она лежала в столе. Просто хотел, чтобы она была, потому что жила. Чтобы ее услышали. Ну, вот две самых популярных песни. И получается, какой альбом-то по итогу собрал больше всего прослушиваний? Ну, они там плюс-минус одинаково собрали. То есть, там же в одном 63 трека, в другом 5. Ну, там конкуренция как бы неравная. Но плюс-минус там одинаково зашло. Какой ты концепции придерживаешься в альбоме? В альбомах вообще в принципе. Вот группа, осталось два кадра. Если зайти посмотреть, вот ты можешь зайти посмотреть, там прям обложки такие. Они даже обложки с точки зрения дизайна все в одной концепции сделаны. Там есть история, есть повествование, есть логика, есть связь между альбомами. Есть прям большая такая общая канва. Меня очень заинтересовал трек «Энтузиаст». Я прям без преувеличения могу сказать, я его, наверное, за последние там двое суток послушала, наверное, раз в десять. У меня было, наверное, такое настроение как раз под этот трек. И он достаточно провокационный. И с другой стороны открывает вообще тебя в целом. Мне кажется, там нет никакой провокации. Все абсолютно. Ну, там про власть, про деньги, про какой-то статус. Ты говоришь, что вот музыкой нельзя заработать, творчеством нельзя заработать. И это немножко оксюмераично звучит вразрез с этим треком. Энтузиаст я писал себе. Я писал как мантру. Потому что я очень альтруистичный, очень честный человек и бескорыстный. Так нельзя жить, в принципе. Поэтому я ее написал в декабре 21 года, когда принял решение, что я буду от этого избавляться и как болезнь выжигать, короче. Поэтому я вот эту песню написал и каждый день просто ее перед зеркалом стоя напевал. Вот это вот «Аста чертела». Вот. И все. Это я ее сделал себе. Я думаю, что это такая прививка от честности. Я думаю, что она сейчас много кому необходима. Хорошими делами прославиться нельзя, наверное. Не в этом прикол. А в чем же? Потому что нужно честно быть до какого-то предела, когда это разумно. А дальше нужно понимать, что нечестностью едины, короче. Я не призываю сейчас людей, не призываю людей быть нечестными. Я призываю быть честными в меру. Потому что все хорошо в меру, и честность тоже хороша в меру. Не всегда нужно быть... Ну и просто так нужно принять это для себя тоже. Что нельзя быть абсолютно честным. Ну нельзя просто по факту. Это то же самое, что нельзя быть абсолютно злым. То есть нельзя быть там... Вообще, в принципе, только ситхи все возводят абсолютно. Нельзя быть в любой крайности. Нельзя быть в крайности. И в честности тоже нельзя быть в крайности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где черпаешь вдохновение? В людях, в историях, в жизни. Очень люблю почитать историю прошлого, нашу историю, историю мировую. И провести параллели с сегодняшним днем. Никогда не понимал, почему люди так игнорируют историю как факт. Почему никто не почитает просто сто лет назад, что происходило, и не увидит, что происходит сегодня. Вот многие люди задают какие-то вопросы, которые их беспокоят, волнуют, да, тревожат. Особенно, понятно, что в связи с многими последними событиями. Но они хотят искать ответы. А ответы вот они, в книжке. Да, причем неважно, какая там окраска, какая сторона. Есть факты, да, они же не могут быть эмоционально окрашены. Какое-то событие произошло, неважно, кто как его описывает. Оно просто есть. Вот, и глядя, это как орешек чистишь, или там апельсин, или какой-нибудь там еще другой фрукт. Ты вот очищаешь его, а там внутри всегда будет вкусняшка, да. Вот, тут то же самое. Вот кожуру очищаешь, смотришь, вот такой же апельсин, все апельсины одинаковые. Очень ценится такую дурацкую метафору. Но черпаю вдохновение в историях и в людях. Вот, потому что бесконечный кладезь вдохновения. Вообще вдохновение не существует. Почему? Ну, потому что вдохновение, это просто как бы результат обработки нашим мозгом какой-то информации. Как песчинка попадает в раковину, да, превращается со временем в жемчужину. Вот в мозг попадает какая-то информация, даже если ты никакого усилия не прикладываешь для того, чтобы ее обработать, она фоном там крутится, крутится, а потом в 2 часа ночи, блин, надо срочно записать стих. Ну, у тебя есть вариант, либо оставить в фоновом режиме свой мозг работать, тогда он будет раз в 3 года тебе выдавать шедевр, либо учиться просто обрабатывать жемчуг самому при помощи своей машинки. И в этот момент ты понимаешь, что вдохновения нет, есть только просто момент договоренности со своей психикой, со своим мозгом. Вот, и тогда я вот, например, могу на любую тему в любой момент написать стих. Он не будет крутой, потому что, как и любая жемчужина, она должна долго там повариться. То есть в любом случае какое-то время на обработку информации должно пройти. В общем, еще из целей очень хочется, конечно, с группой прям прокатиться по стране, прям повыступать. Это тоже такие материальные довольно-довольные цели. В целом хочу как можно больше успеть просто, и все. Достаточно прекрасные цели, планы, и я надеюсь, что все у тебя осуществится по итогу. Будем поглядеть. Кирилл, спасибо тебе огромное, что пришел к нам сегодня в гости. И в эфире была программа «Городские встречи», и я ее ведущая Кристина Бочкарева. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова